Мир, в котором мы живем, это что-то с чем-то. Экономические модели всего цивилизованного в России не действуют. Потому что мы не научились работать стабильно, и фраза «хапнуть и продать» – это смысл жизни чудиковой власти. Но несмотря на то, что мелкий бизнес у нас в позиции вечно гонимого и обдираемого, он, как ни странно, выживает. И мы приехали на улицу автомобилистов, и это выезд из города в сторону озера Соленое, чтобы вам показать новые условия работы в месте перспективном. Да, у нас нет горбушки Измайловского и Тушинского рынка. Эти места дешевых вещей особо ненавистны столичным царькам. Но они любимы народом. Зато у нас есть торговые ряды на автомобилистов. Да, это не центр города, ну и что? Зато здесь просторно, как продавцам, так и покупателям. Здесь продавцы не мерзнут и не живут на горах товара, а покупатели здесь выберут все, буквально все, из разряда необходимого. А вот за дорогими вещами, вещами, в которых вбита совершенно другая аренда, за вещами с шильдиком обмани в паре, это вам в бутики на широкие проспекты города. Так как же такое получается, что вот здесь на автомобилистов, ну, в торговых рядах на автомобилистов, самые дешевые цены? А очень просто. Конечно, сказки о том, что нужна точка раскрученная, это только сказки. Потому что точка раскрученная нужна кому? Нужна хозяину, представляете, да? Построил себе крупный рынок, урвал в свое время земельки, не по-детски. Сначала запустил пацанов, чтобы они точку раскрутили, а потом, а потом их просто под задницу вылетело. Потому что, конечно, очень выгодно иметь дело с крупным продавцом. Но вот крупные продавцы, такие как Икея, например, и Уолмарт, дай бог они появятся в городе Магнитогорске, они откаты не платят. Но есть у них такая специфика работы. Поэтому, что мелким продавцам остается делать? Они составляют конкуренцию крупным и приезжают сюда, в том числе и на автомобилистов. Все дело в том, что у нас, извините, сейчас мы в Томожный Союз вступили, то есть как-то на Казахстан проще проехать. А у Казахстана есть прямая граница с Китаем, это самый короткий путь. А сколько всего есть в Китае? Да это просто умнее перечесть и измените, там цены-то не европейские. Хотя качество, я вам скажу. Именно благодаря Китаю я летаю на самолетах и очень неплохо летаю. Именно благодаря Китаю, Турции и Египту мы одеваемся и выглядим на 5 с плюсом. Теперь надо понимать, как можно делать бизнес. И вот мы сюда приехали, поверил номер 29, добраться очень просто. Вообще, все самое вкусное, оно находится в углу. И здесь самые вкусные цены. Но мало того, что здесь эти цены вкусные, здесь прямо напротив, я сейчас покажу просто, вот здесь есть еще и склад. То есть, если вы занимаетесь большим строительством, а на большом строительстве, вместе со строй-урал-оптом, деньги экономятся в два раза быстрее. Потому что, ну, понимаете, цены какие, да? Ну, вот здесь затаривать, я тут, кстати, недавно ДВП себе взял и очень сильно порадовался. Потому что реально сэкономил, грубо говоря, две с половиной тысячи рублей. Но это только ДВП. Ну, из истории вопроса. Честно говоря, не думал, но так прижало, что в оконцовке ремонта пришлось штаны-то и совсем подтянуть. Хотя ситуация такая у каждого первого. И вот знал ведь, что где-то на зеленом рынке есть самые дешевые цены, но по сути зеленый-то рынок, это не здесь. А как конкретно определить место? Для начала пришлось круги-то и нарезать по периметру всей бывшей базы овощехранилища. А теперь знаем точно, поиск заканчивается на торговых рядах на автомобилистов. Это П-образный рынок, выполненный в магнитогорском бело-синим стиле. И здесь в углу располагается строй Уралопт. Я вам визуально продемонстрировал, как пройти либо проехать к этому оплоту низких цен. Теперь определимся, что здесь есть. Ну, во-первых, в ремонте либо строительстве есть нулевой цикл. Это не когда копают фундамент, а когда понимают, чем работать и на чем экономить. Экономить можно ведь начиная и с инструмента. При этом важно понимать, что нелогично покупать топор или рубанок, инкрустированный золотом или сваровский. Бренд в данном случае это ересь. Инструмент должен быть надежен и иметь гарантию. А вот здесь так-то оно и есть. Затем материалы, которые в принципе вы и не увидите. Это крепеж, сетки, базовые смеси и многое прочее. Закрытые затем обоями, сайдингом и линолеумом. Нет, конечно, если вы торчите от мысли, что у вас щебень из Австралии и песок из Аргентины, это ваше право. Но по сути-то ведь это не видно. По сути, оно просто должно выполнять свои функции. Удерживать, крепить, выравнивать, ну и утеплять тоже. Так и зачем же платить-то больше? Ну, похитил я, честно говоря, вот этого клиента от лифтового хозяйства. Потому что понял, что этому клиенту необходима очень мощная поддержка. Почему я это понял? А потому что сейчас в ассортименте здесь, встроил Орал Опти, не весь вот этот товар, а здесь в ассортименте самые низкие цены. При этом, вот сколько бы я не проехал магазинов, да, и контор, которые занимаются, я вам честно скажу, что приехав сюда, моему киндеру денег осталось и не на один подгузник. То есть, понимаете, да, когда стройка идет, когда все рушится, вот о детях как-то надо заботиться. Теперь будем заботиться здесь. На этом рынке вообще очень много чего интересного, вот, но мы все-таки сюда приехали. Потому что, посмотрите, инструмент Ермак. Вот, дрели тысячи рублей и даже дешевле. Но особый интерес у меня вызвал небольшой ножичек. Знаете, что это такое? Это бразильская тромантина. В смысле, это мачете. Очень сильно помогает в борьбе с крупными сорняками и с хулиганами. Понимаете, да, о чем я? Ну, ладно. Оружие рекламировать нельзя, а это и не оружие, это сельскохозяйственный инструмент. Вот. А другого инструмента здесь очень много. И вот, часть тех денег, которых я получил за эту рекламу, я обязательно здесь потрачу. Потому что, ну, не могу устоять от такого количества дешевого инструмента. Извините, пожалуйста, вы какими судьбами сюда приехали? За материалом. Вот мы раньше приезжали в одну точку, да, лет 5, там, 7, 8, 10 лет. Это был рынок, да? Сейчас вот такие небольшие рынки, они чем отличаются? Ну, на них можно все взять в одном месте, не бегая по магазинам. А цены? И цены достаточно приемные. Вот мне кажется, что здесь вот политика такая, что берем, как в Китае, да, берем, продаем много и задешево. Это удобно для покупателей? Удобно. Конечно, удобно, можно сэкономить, взять еще что-то. Очень даже нужно и полезное для дома. Тем более, когда стройка, это какая-то бесконечная дыра такая, да, бюджета. Деньги, да, вкладываются и вкладываются. Потом, конечно, это все красиво, глаз радуется, но денег, ну, мы вот на рынке взяли ламинат недавно и очень даже... То есть слово рынок вас не пугает, да? Нисколько нет. Даже, что он далеко находится, допустим, от того... За хорошими ценами люди приедут, по-моему, выходят куда? Конечно. В зону отдыха, в саду. Да, сад сейчас это самое вкусное место, по-моему, и успокаивает, и... Очень приятно. Но как можно на пенсии сад строить, чтобы недорого было? Ну, как, вот приходим сюда, здесь, самые дешевые цены. То есть уже тоже, как и я, проездили везде и всюду и посмотрели? да. Во всех строидворах были, во многих, все, так что мы вот здесь. Вот эта сетка где-то дороже, конечно, поэтому мы сюда приехали за ней. Ну, что же, я вас могу только поздравить с тем, что мы вместе вот открыли то место, где реально можно экономить и даже на пенсии строиться. Да, можно запросто. Вот мне очень приятно делать этот материал, потому что в этом материале я могу сказать, что здесь строй Уралоптий реально самые низкие цены. Где бы он был чуть раньше? Ну, ладно. Естественно, здесь не такая большая структура, как в мегамаркете типа Бригадира там, ну и всего остального. Там, понятное дело. Но такие мелочетки это вот здесь. Тем более, что мы сейчас с благодарностью можем Бригадиру отдать, пожалуйста, краски, линолеум, ламинат и все остальное. А вот чем все это дело обработать? Это вот здесь строй Уралоптий. И на собственном пути опять же видите, отросло немножко, поэтому можно попробовать что-нибудь порвать. Дело в том, что руки у меня заточены под работу, а не под что-то другое. Поэтому недавно надо было очень срочно поправить там кое-что, дверцы подрезать и все остальное. Естественно, если бы я знал, что здесь все по такой цене, я бы пришел сюда и купил бы себе инструмент. Потому что ту сумму, которая заплатил, ее в принципе хватает, чтобы вот еще по доброте человеческой купить себе за 1200 рублей электрошлифовальную машиночку. В народе называется Танчик. Ну и поскольку история с ремонтами у нас не заканчивается, вот он, Ермак. Электропила циркулярная с направляющими, со всеми пирогами и 1710 рублей. Но почему же все-таки в названии этой фирмы есть слово опт? А все очень просто. Здесь регулярно проходят замечательные скидки на утеплители, на резольвер и на все остальное. То есть нужно попасть и в тот момент, когда здесь перевернулся грузовик с пряниками. То есть цены станут и еще более низкими. Ну и здесь еще подарки бывают, то есть купи пять и одну в подарок. И потому что это опт. И здесь, как и в наших азиатско-африканских странах, проявляется нормальный рыночный принцип продавать много по низкой цене. И вам я крайне рекомендую выбирать товар в центре города. Ну так, для профорума приехать сюда. Потому что факт. Некоторые бизнесмены легкой руки ориентируясь исключительно на вашу лень и на лень свою просто тупо здесь тарятся и в центре города вкручивают маржу ориентируясь на лоха. Сами себя не узнали? А зря. Я вот свою ошибку признаю. И теперь беру только у людей либо проверенных, либо еду сюда. Это как в мультфильме. Лучший час потерять, потом несколько тысяч сэкономить. Кстати, самая большая экономия да на всем буквально осуществима собственным приусадебным хозяйством. Но сегодня домик в деревне это не косой забор, убитая либо списанная городская утварь. Это место, где механизированный труд сочетается с комфортом и возможностью прочистив мозги трудом отдыхать с несоизмеримо большим удовольствием, чем в городе. Моя ненаглядная 33-я школа наградила меня и любовью к истории в том числе. Но самая главная награда это английский язык. И интернетом я пользуюсь головой, а не так, как большинство россиян. То есть тупо лазить по каким-то непонятным российским поисковикам. Поинтересовался я, как же мы умудрились с Наполеону, Гитлеру, ну и там всем, кто хотел с мечом к нам прийти, задницу надрать. Так вот, это все население России, оно жило не в городах, оно жило на земле. И где-то ограничилось, ну территория где-то Магнитогорска. То есть рано или поздно, но вслед за Америкой мы вернемся на землю. Потому что, извините, платить 5 тысяч рублей за трехпомнатную квартиру в Ленинском районе, за что непонятно, честно говоря, жаба душит. А в 91-м самом тяжелом году мы выжили за счет чего? За счет села. Я лично ездил, курей, гусей кормил. И нормально прожили, было достаточно весело. Что случится в ближайшее время, ну, боюсь, повторения 91-го года, потому что что-то в Белоруссии там уже вторая вольма девальвации. В общем, в общем, земля нас прокормит. Земля нас прокормит, особенно если мы будем работать вместе с вот этим магазином «Твой дом», который тоже в углу находится. Вот мы два строера лоб, заходите на строительные ряды и по углам хоп-хоп-хоп-хоп туда за низкими ценами, а сюда тоже низкими ценами, но товарами для вашего сада. Я так понимаю по вашему воодушевленному лицу, что часть вашей жизни вы все-таки проводите где-то вот рядышком земелька. Да-да-да, конечно. Земелька что дает сейчас? В основном отдых, в основном. Ну, что-то там огурчики, помидорчики немножечко. Я так понимаю, вы были в пятизвездочных отелях наверняка, да? Ну да, были. То есть, ну, состояние от бара и до бара это немножко не то, да? Конечно, нет. Это совсем не то. Шлычок? Конечно. Практически всегда. Освоить, это лучше всего. А дети-то что говорят? Дети отдыхают. Детям очень нравится. Свежий воздух это не город. Для того, чтобы жить комфортно в деревне, необходимы какие-то вещи, такие мелочевки. Это раньше мы с горшками бегали, помните, были? Сейчас немножко как это все по-другому? Ну, естественно, все по-другому. Естественно, земля, все это. И вот этот магазин очень нравится. Этот отдел очень часто здесь посещаем. Так что, что-то приобретаем, потому что без этого сейчас не обойтись. А насколько это дорого сейчас ездить в деревню? Если вы нашли то место, где он нормальный, реальный, ценный, и они не очень большие. Это недорого абсолютно. Это все по деньгам, по среднему достатку. Поэтому, как же это дорого? Нет, это недорого. Здоровье, земля и воздух свежий это недорого, это бесценно. Вот я сюда зашел и, честно говоря, порадовался, потому что есть у нас еще отечественные производители. Дело в том, что гусятницы это великий цимус в приготовлении вкусной и домашней пищи. Они здесь есть, тут много чего интересного. Вот, кто-то может сказать, что не поедем мы на дом, потому что в деревне нету цивилизованного туалета. я вам сейчас напомню, что на дворе 2011 год, как-никак 21 век. Если сюда еще завезут вот такие вещи, как турбогенераторы, солнечные батареи, с Китая, естественно, то вы побыстрее поедете на дом. Потому что а чем вам это не туалет? Клево выполненный нормальный унитаз с датчиком наполнения, кстати. Теперь про какашки. Человеческие какашки это самая полезная штука и очень полезное удобрение. У нас почти 6 миллиардов. Так вот, самые умные люди, они все-таки перерабатывают наши отходы. Для того, чтобы никто ничего не вонял, есть вот эти биотуалеты. Цена вопроса 4000 рублей с небольшим, ну, 4,5. При этом этот туалет умещается в любой багажник, даже в Skyline. наполняется вот такими вот штуками реагентами. Все. И служит он в течение недели. То есть, в течение недели, в принципе, можно на него не заглядывать, если вы не, конечно, полный засранец. Ну, да ладно. Если, если такое случилось, ну, чуть-чуть раньше вы будете его вытаскивать. Дело в том, что эти биотуалеты, они сейчас очень сильно популярны, потому что даже в городе Магнитогорске не везде можно канализацию дотянуть. Ну, представляете, да? Всегда в садовом участке есть определенная комнатка, которая обычно не используется. И вот ее можно и под туалет. Причем туда можно и душ поставить. Теперь, для тех, кто не хочет пользоваться и думает, что ручки грязнить совсем нехорошо. Во-во-во-во. Сюда, между прочим, торф засыпается. Ну, и как старый кошачник, я вам скажу, что тут мне вообще не зазорно поработать и ручками. Тем более, что потом все это делаю в компостную кучу и потом уже замечательные помидорки, огурцы и все остальное. Почему нет? Ну, теперь вот, что здесь очень хорошо, и непонятно, почему, но какая-то ситуация умиротворенности есть на этих торговых рядах на автомобилистах. потому что люди присутствуют в большом количестве, но люди не напрягаются, потому что как можно напрячься, если цены, допустим, ну, до 200 рублей, можно и за 66, ты вот, 23 рубля ножики, пожалуйста, что вам надо? Ну, то, что понравилось моей супруге, это вот эти наши добрые древние казанки. То есть, нигде лучше вы не приготовите плов, нигде лучше вы не запечете гуся, нигде лучше вы не приготовите замечательную картошечку с тушеным мяском. Вот чего здесь нету, так здесь нету, к сожалению, торговой точки по организации быстрого питания. Ну, надеюсь, она появится. А в остальном, вот тут благость. Во, порадовался. Помните такие вещи? Оказывается, мы не все растеряли, оказывается, у нас есть то, что делается в России. И, в общем-то, знаете, я сейчас с большим удовольствием вспоминаю тот домик в деревне, когда я ездил в Среднеуральск. Да, не было евро-диволок, но зато была коровка. И зато было очень весело. И не думалось ни о кредитах, ни о лизнике, ни на аптеке. Потому что на все денег хватает. Дом в деревне строится, извините, за один год. И по цене вопроса-то это не однокомнатная квартира, а живется в нем гораздо более комфортно. и плазмой, выдающей увеличенные размерами дискретные кубики телевизионного стандарта 720 на 576, в котором работают 98% телекомпаний. И вы, естественно, понимаете, что везти цептор или еще какую-нибудь сверхдорогую утварь в сад или на дачу бессмысленно. И вы понимаете, что сковородкой вечно пользоваться нельзя и проще и дешевле купить новую, как и кастрюлю и чайник и сервиз, если это совершенно не напрягает карман. И это расширенную презентацию торговых рядов на автомобилистов, ориентируясь только на благодарность тех, кому я позволил этой информацией сэкономить и рубль, и десять, и сотню, и тысячу, и десятки, и сотни тысяч. Да потому, что загнаны мы все деньги, зарабатывающие с трудом в рамки системы, созданной и призванной доить нас системой, в которой жить-то тяжело, а выживать просто не в моготу. Но это приходится делать, включая мозги, ноги и зажигание вашего автомобиля для того, чтобы приехать сюда и тратить здесь, разумно приобретая нужные и действительно дешевые вещи.